доброе утро 3 января только начался год мы уже в действии так бы сказать что сидеть належивать бока если можно пойти прогуляться станица новосвободная пешеходный мостик через реку фарс откуда мы направляемся в направлении каньона лак рушь лак рушь это адыгейское название они лак рушь не французская как можно подумать лак рушь примерно означает скалистая балка вот в нее мы и идем небольшая часть станицы находится и за рекой фарс но на машине туда можно проехать только в брод для чего наши авто явно не подходили если бродов через фарс здесь три или четыре то мостик всего один начались новосвободненские просторы конечно когда зелененькая была красивее ну и так хорошо все видно и так разваленный часовни александра второго эту историю я уже как-то рассказывал не раз по моему в общем суть в том что александр второй здесь был часть этого поставили здесь часовню а затем год спустя станица новосвободная которая именовалась новофарсовской была переименована в царскую естественно коммунистам не понравилось что у нее такое название и то что тут когда-то стоял памятник к царю памятник снесли станицу переименовали в новосвободную пересекаем балку одна из ветвей реки Абшихвиры и это первое пересечение будет еще второе еще одна ветвь реки Абшихвира ну такое мини препятствие перепрыгиваемая на этом лишние балки закончились теперь идем к лакрушу спортивном ориентировании такой тип местности называется неудобь то есть это вроде как полянка лук но тут настолько высокая трава что испутанная плюс мелкие кустарники что передвижение затрудняется ну к счастью сейчас зима поэтому все гораздо проще вот летом тут был бы тот еще трешняк что ж мы в поисках пещеры находимся в канюне лакруш где-то буквально здесь в радиусе 50 метров поскольку склоны крутые искать непросто небольшая скальная стена где-то тут предположительно и есть пещера чуть дальше наверно вон там пройдемся посмотрим место конечно интересное и даже труднодоступная если снизу лезть но это нифига не пещера где пещера пока что загадка это пещера да ну вряд ли давай я тебе скажу тут интереснее чем там возле пещеры вообще какая-то кроличья нора ну я стою не двигаюсь давай 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 ну 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 папа аккуратно дерни нормально я ну 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 я ну я усердно не смотри я папа я ну ну Так, ну пещера оказалась не такой, как нормальные пещеры. Конечно, сюда вот ведет веревочка и туда. Еще не пошел никто. Так, спускаемся. Моя импровизированная каска, а у Люды настоящая. Так, а Дима уже там, да? Эй, пещерный человек, как там? Да, высота примерно такая же, как в пещере Даховской. Только там хоть зал есть, где можно встать. Полный рост. Ну хотя вот. Вот стою. Тут сразу вот влага в виде мелких капелек. Так, вот нить Ариадный нас туда ведет. Туда не ведет. К Минотавру сейчас какому-нибудь придем. Слушай, тут этих ниток. Да. Не запутаться обо них. Ага. Тут на самом деле разветвлений много идет. Если что учтите, разветвлений очень много и можно заводить по шкуре. Держитесь. Поэтому держитесь. Не сиди. Давай. Держитесь. Пойдем. Подвиняй скорее. Пойдем. Увидите, ничего не скажете. А что нет. Так. Так. Ах. Ах. Так. Так. Тоже можно постоять. Да. Смотри. Интересное окошко вот там. Просвечивается Вот это даже фонариком подсвечивал Ну и прикольно Ой Ну что-то мне дальше Сейчас стоит, кажется Хотя вроде бы там Зала большая Так, ну веревочка Конечно, идет дальше Конечно, страшно Но А что, здесь дождь не будет? Пещера всегда очень важна Да, у нее свой микроклимат Вот То, что всегда смотрел И на маслянику И там Черная нитка Паучок Да, ну туда Ничего не придется Не, если бы туда Там слишком Не, веревки длинные Мне туда хочется Да, давай потолстой пойдем Дим Уже Это конечно стрёмно У тебя там красное что-то У меня Лёд Тихо 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 Совсем узко Совсем узко Да Тихо 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 Какая-то красная порода Тут Тихо Тихо Глаза я не свечу Мышь азавр Я предлагаю тут сейчас немножко этот зал посмотреть И вернуться до того места, где я засомневалась И не захотела лезть Ну давай Потому что что-то туда я лезть сейчас не хочу Ага, тут прям совсем Уленька Ты снимаешь, да? Да Смотри, какой полный Ты видишь корень? Корень, да Классно Классно Корень в пещере Так, тут ему клубок верёк В данном случае мы должны напороться на минотавры Ага Я об этом говорил при входе Сколько тут маленьких натёков на потолке Так, чуть попросторней Озеро Озеро? Да 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 Гребит Классно А что там белеет на дне? Не знаю, не вижу ничего белого Как это? Ну вон А, камень белый Давно я столько на присядки не ходил Так, ну короче всё, у нас верёвки закончились Ага Да Ну да Ну да, всё тут уже смотано Так что там дальше непонятно Я у меня есть ещё проходы Но без верёвок не хочется Ага Без верёвок ты быстро заблудишься Крестики какие-то стоят Да Ну ладно, я тут ещё и наверх куда-то идёт Слушай Да Не знаю, ну-ка я А, я тут и не помещаюсь А, во Рау, Женя Покрывай пещеру Остань эти ручки до ножки Как в люк куда-то Там туда люди залезали Весь залезли уже, да? Ага А, вот эта сторона наша вместо, да? Ну что, благополучно выбрались Вот такие чистые Ну, мне кажется, я чище А ты грязнее, повернись Даже подними курточку Да потому что я первая лезла И всё грязнее себя сошла Да Да Да, да, ещё и порвала куртку Ну что, снова каньон Лакруш На этот раз мы в поисках водопада Вот уже подходим к первому Ну, это не он Ну, это не он Ну, это не он Вот это, видимо, кто-то посчитал за водопад Примем его таким Ну, да Если падающую воду с высоты 1 метр можно считать водопадом, ну, то есть будет Угу Ты оценила водопад? Был водопад? Да, вот он Он отмечен как водопад А? На грот А? На грот? На ветку И тебя позвать, если что Так, ну, гроты оказались как гроты Ничего Особенно Такие Маленькие, неглубокие Поэтому Только я залез Остальным Не рекомендую Вот Нависающая такая скала Прикольно, конечно Какой останется в русле Какой останется в русле Там даже шумит Аккулятор туда уходит, а под камнем Ага 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 Прекрасное тут место Козырек такой интересный тут вообще крутя неудобный спуск, но не сказать, что опасный каньон все интереснее и интереснее так, мы озадачены, как бы в воду лезть не хочется а пройти надо как-то дальше да, красиво, только надо пройти как-то да, итак, препятствия мы обошли, но к сожалению набрели на целую группу эндуристов, то есть мотоциклистов-внедорожников и тут все теперь выхлопными разами воняет ну вот то, что действительно можно назвать водопадом это уж посерьезней и покрасивей намного да, итак, итак мы приняли экстренные меры, поскольку уже три часа и решили выбираться на пролом из ущелья, где это только оказалось возможным, поскольку вдоль реки идти еще пару километров, ну там как бы не очень большая скорость поэтому лучше вылезти сразу наверх и сейчас на дорогу назад все теми же просторами, но теперь же чисто по дороге без мини препятствий в виде всяких балок, ручьев правда небольшой крюк делаем, но крюк по дороге это примерно равнозначно по времени срезки по всяким буйракам ну ладно, вернулись мы на прежнюю дорогу, по которой подымались к часовне, правда ее за день под солнцем развезло и по ней выйти не можем но так прекрасное ущелье прекрасный водопад довольно необычная пещера все прекрасно поэтому до следующих встреч будут еще походы пока